Итак, на этом уроке мы закончим создавать структуру сайта. У нас помимо главной страницы будут еще две второстепенных. Это о магазине и доставка и оплата. Самый простой способ создать страницу, это навести курсор мыши на экспресс панели на значок плюс и выбрать страницу. В результате чего перед вами откроется панель создания и редактирования страницы. Вот эту область нам нужно ввести название страницы. Теперь кое-что об обновлении WordPress. WordPress, выпустив обновление, разнообразил панели редактирования. Но так разнообразил, что лучше бы он этого и не делал. И теперь выбор шрифта текста на обычных страницах и постах не представляется возможным даже при использовании специальных плагинов. Поэтому есть один выход. Вам нужно скопировать текст, который хотите использовать на странице в Microsoft Word. Затем в текстовом редакторе выберите шрифт и размер. После чего переходите к панели редактирования страницы на сайте. То есть кликайте левой кнопкой мыши чуть ниже заголовка, пока слева не появится значок плюс. После чего вам необходимо кликнуть по нему и в открывшейся панели выбрать виджет абзац и кликнуть также по нему. В появившемся блоке выровнять курсор по центру и вставить текст, который до этого подредактировали в текстовом редакторе. Вот так. Справа на панели, если нужно, можете всеми небольшими средствами редактирования контента данной панели подредактировать текст. Далее сохраняем изменения, кликнув по кнопке «Опубликовать». Теперь по этому же алгоритму создадим страницу «Доставка и оплата». Как вы видите, у нас все получилось. Теперь на главной странице мы должны будем также разместить статьи для продвижения сайта по системе контент-маркетинга. Итак, нам нужно перейти во вкладку «Записи». Как вы видите, WordPress по умолчанию имеет одну шаблонную запись. Давайте перейдем в режим ее редактирования и подправим. Итак, наводим на запись курсор мыши и кликаем по ссылке «Изменить» на появившейся экспресс-панели. Перед вами откроется панель редактирования записи. Тут все в точности, как и у страниц. Давайте зададим название для статьи и вставим, собственно, текст самой статьи. Вот так. Далее нам нужно отнести запись к определенной рубрике для вывода на главной странице. То есть, как у товаров есть категории, так и у записи есть рубрики. Итак, справа, находясь во вкладке «Документ», вы раскрываете блок рубрики и кликаете по ссылке «Добавить новую рубрику». В появившейся области вводите название рубрики, например, «Главная страница». Если нужно, выбираете родительскую рубрику, но в рамках создания интернет-магазинов этого не требуется. Это больше нужно для блогов и кликаете по кнопке «Добавить новую рубрику». В результате чего она отобразится на панели рубрик и данная статья автоматически отнесется к ней. Давайте отвяжем нашу запись от шаблонной рубрики, просто сняв галочку вот так. С помощью рубрик можно отфильтровать отображение записей. Теперь нам нужно настроить аватар изображения для записи. Для этого кликаем вот по этому блоку, а затем по кнопке «Добавление изображения» и подгружаем фото аватар для записи. Тут все очень просто. После того, как изображение подгружено, мы сохраняем изменения. Кстати говоря, как вы, наверное, уже заметили, если страница или запись еще не создана, то кнопка «Сохранение изменения» имеет название «Опубликовать», а если создана, то название кнопки меняется на «Обновить». Теперь нам нужно по этому же алгоритму создать еще две записи. И, кстати, мы их также отнесем к рубрике «Главная страница». Создаются записи так же, как и страницы. Наводим курсор мыши на «плюс» и выбираем не страницы, а записи. Ну а дальше вы уже все знаете. Итак, давайте теперь создадим еще две записи. Поехали. У нас все готово. Теперь мы вернемся к страницам. Давайте разместим на них слайдер «Карусель». Для этого для начала нужно создать слайдер. Итак, переходим в панели настройки слайдера, кликнув по вкладке «Мета слайдер». Сейчас я вам покажу, как по-быстрому создать слайдер. Если вам понадобится более подробное руководство, то по ссылке «Дополнительные материалы» вы найдете мой урок о создании слайдеров. Итак, для создания нового слайдера вы кликайте вот по этой ссылке. Теперь нам нужно добавить слайды, для этого кликаем вот по этой ссылке и добавляем изображение в качестве слайдов. При добавлении нескольких изображений зажимаете клавишу «Контрол» и отмечаете изображение, подлежащее к загрузке левой кнопкой мыши. После чего кликаем «Добавить в слайд-шоу». Старайтесь добавлять изображение одинакового разрешения. После того, как слайды будут подгружены на правой панели, вводим ширину 400 пикселей, а высоту 300. В качестве анимационного эффекта перелистывания слайдов выбираем скольжение из вот этого раскрывающегося списка. Далее спускаемся чуть ниже и переходим в область расширенной настройки. Здесь мы устанавливаем галочку в чекбоксе «Выровнять по центру» и режим карусели. Теперь поднимаемся наверх и сохраняем все изменения. А затем спускаемся чуть ниже и копируем шорткод созданного нами слайдера. Далее переходим в каталог созданных нами страниц, а затем наводим курсор мыши на страницу «О магазине» и выбираем «Изменить». После того, как перед нами откроется панель редактирования страницы, нам нужно над текстом ставить скопированный шорткод слайдера и нажать Enter, спустив текст чуть ниже. Вот так. Далее сохраняем изменения и то же самое проделываем и на странице «Доставка и оплата». У нас все готово. Теперь нам нужно создать форму обратной связи и поместить ее во всплывающее окно, которое будет запускаться при клике по кнопке. У меня есть замечательные два урока, в которых я рассказываю о том, как это можно сделать. Ссылка на них будет в описании. Если нужно поменять дизайн окна, то вы это можете сделать во вкладке «Пупап окна» в разделе «Темы всплывающих окон». Примеры цветов, которые вы можете применить и их кодировки, вы сможете найти на сайте. Для перехода на этот сайт найдите ссылку «Дополнительные материалы» в описании, а там в свою очередь будет ссылка на этот сайт. Итак, вот я создал форму обратной связи и поместил ее во всплывающее окно. Теперь нам нужно создать кнопки социальных сетей. О том, как это можно сделать, вы узнаете из моего видео, которое вы также сможете найти по ссылке «Дополнительные материалы». Теперь настала пора настроить подвал сайта. Для этого мы наводим курсор мыши на вкладку «Внешний вид» и выбираем виджеты. Здесь вы слева видите виджеты, а справа виджет зоны. Виджеты – это готовые программные решения, позволяющие разнообразить ваш сайт. А виджет зоны – это области сайта, куда мы можем установить тот или иной виджет. Итак, давайте слева найдем виджет текст и кликнем по нему. В появившейся панели выбираем виджет зону «Footer 1» и кликаем по кнопке «Добавить виджет». Как вы видите, виджет текст добавился в виджет зону «Footer 1». Теперь нам нужно ввести в качестве заголовка название интернет-магазина, а большое текстовое поле – «Вставить описание магазина». Вот так. После чего сохраняем изменения. Далее сворачиваем этот виджет и точно по такому же алгоритму добавляем в виджет зону «Footer 2» точно такой же виджет текст, но указываем уже контактный номер телефона. Вот так. И в третьей виджет зоне, точно по такому же принципу, размещаем e-mail. Ну а в последнюю четвертую «Footer зону» нам нужно отправить социальные кнопки. Для этого в каталоге выбора виджетов нам нужно кликнуть вот по этому виджету и отправить его в виджет зону «Footer 4». Не по вот этому, а вот по этому. Не путайте, пожалуйста. Итак, в виджете мы удаляем заголовок и сохраняем изменения. Теперь нам нужно создать навигационное меню. Об этом и поговорим на следующем уроке.